Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами медицинская тема, это психиатрия. Так вот, в психиатрии есть такой термин отрицание реальности. Работает крайне просто. Человек не принимает ту реальность, которую он боится принимать или не хочет принимать. Отрицание особенно характерно для мании, гипомании и вообще людей с биполярным аффектным расстройством в маниакальной стадии. Сегодня мы как раз поработаем с такими пациентами. Пациент номер один. Его зовут Анатолий. Он страдает множеством всяческих дисфункций, но обычный обыватель назвал бы это очень просто. Кукушка улетела полностью. Горловка. 2014 год. Апрель. Студия 95 сегодня посетит Горловку. Юмористы предлагают максимально шатать действующую власть. Это запись того времени. И юмористы в уже контролируемой Безвером Горловке максимально предлагают шатать украинскую власть. Извините, это что вообще? Рассмотрим ту самую статью, на которую ссылаются пациенты. Обратим внимание на те факты, которые он воспринимает и те факты, которые он отрицает. Итак, студия 95 квартал сегодня посетит Горловку. Юмористы предлагают максимально шатать действующую власть. Этот факт действительно отражен в названии. Однако на вопрос, как Владимир относится к нынешней ситуации в стране и видит ли он выход, этот шоумен сказал, что все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины, это максимально давить на объединение страны. А ведь страна действительно расколота. И можно было бы не верить в искренность слов Зеленского, но ведь он их говорит тогда, а не начинает говорить сейчас. Максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть. Чтобы политики работали и защищали свою страну. И ее границу. Это очень важно. Ведь это рядом с отрицанием реальности, которой ты боишься, есть другая дисфункция. Принятие той реальности, которая не существует, а хотелось бы. Предлагают шатать украинскую власть. Извините, это что вообще? Все это последствия того самого отрицания реальности. Бегство от фактов, изложенных в одной и той же самой статье. Где он принимает тот факт, что они якобы приехали с целью шатать правительство. Возможно, в уме пациента даже складывается такой образ, что они приехали туда шатать правительство Украины с целью помощи оккупантам, в частности Безлеру. И при этом он не замечает тот факт, что Вова хотел объединять страну и шатать действующую власть по той же причине. Имел ли право Вова на такие наивные мысли? Имел ли он право верить в тот момент, что страну все еще можно объединить? Не знаю, я не хочу, чтобы это было похоже на оправдание Зеленского. Я только знаю, что на тот момент никакого ордлона в государственном уровне еще не существовало. И в принципе многие люди не понимали, что происходит. Да, многие люди заблуждаются время от времени и по тем или иным причинам. Но только у больных людей это состояние перманентно. Что это, допустим, Владимир Александрович Зеленский без проблем фотографировался с людьми, которых мы видим в прекрасной, я считаю, компании. Вот за Игорем Безлером находится этот парень. На самом деле не так уж хорошо понятно, тот это парень или нет. Но даже если это тот парень, впервые фотографию с этим человеком Анатолий опубликовал у себя в Телеграме. И на этой фотографии хорошо видна дата. 02.08.2009. Также нельзя не обратить внимание, что этот парень в форме украинского военнослужащего. То есть Анатолий пытается всерьез осуждать Вову Зеленского, молодого украинского шоумена, за то, что он сфотографировался с украинским военнослужащим. Но у нас еще есть другой пациент. Пациентка Светлана. Вот уже больше суток, пишет Светлана, как на нашем сайте страна.юа висит материал в гостях у беса. Как Зеленский в захваченной Безлером горловке концерт давал и пиво пил. Также Светлана выражает крайнее разочарование тем, что ни Зеленский, ни кто в его окружении не реагирует на их статью. И даже РНБО не собирает экстренные заседания. Я уже говорил, что отрицание реальности сопровождается многими маниями. В том числе и манией величия. Так вот Светлана думает, что Зеленский, его окружение и РНБО непременно должны отреагировать на их статью. Хотя в самой же этой статье не сказано ничего о словах Зеленского, которые он произнес там в горловке. То есть непосредственно касательно этого инцидента. Те самые слова Зеленского, которые мы без проблем нашли в первой же статье того времени. То есть Светлана, отрицающая объективную реальность, хочет, чтобы кто-то реагировал на их статью, которая в общем-то тоже отрицает объективную реальность. Вот такая вот тяжелая форма. Есть еще один коллективный пациент, их называют Парохобот. Эти ребята никак не могут разграничить Зеленского шоумена от Зеленского президента. Они до сих пор вспоминают его ролики с игрой на рояле и называют его клоуном. Но при этом они забывают, что Зеленский уже закрыл несколько пророссийских телеканалов, наложил санкции на Медведчука и его супругу, а также возвращает в государственную собственность трубу, через которую Медведчук гнал дизель из России, финансируя, очевидно, тем самым сепаратистов. Но основная опасность наших пациентов заключается даже не в том, что они больны, а в том, что они заражают других людей. И в данном случае этот вирус информационный. Поэтому я предлагаю делиться данным видео для того, чтобы нормальных людей становилось больше, а зомби меньше. Подписывайтесь на канал. Дали Буде. Пока.